Олег Березюк, лидер фракции «Самопомощь». Я вас приветствую. Здравствуйте, Олег. Надеюсь, вы расслабьтесь. Здравствуйте. Алена Бабак, член вашей партии, нам только что, в общем-то, рассказывала о том, что ваша партия поддерживает блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей. У меня к вам такой вопрос. Я уже задавал его, в принципе, Алене, но все-таки, если в Украине начнутся отключения электричества, как следствие вот этой блокады поставок угля, ваша политическая сила готова нести политическую ответственность за то, что произойдет? Спасибо, я учту ваш совет, но пока, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Это блокада, которая не является блокадой самопомощи, блокадой президента, блокадой любой политической силы, это блокада украинского народа против бездействия влади против последних трех годов. Это есть стимул для влади найти альтернативные джерела энергетической безопасности в Украине. И не нужно, пожалуйста, рассказать о тех или иных загрозах. Эти загрозы есть в Украине всегда. Вы не помните холодных зим 2000-х годов? Газовых и вагильных? Поэтому эта блокада является криком украинского народа, и мы должны почути его все политики, журналисты и эксперты, для того, чтобы Украина нашла джерела альтернативного, властного энергетического баланса и безопасности. Ваши упреки, господин Березюк, по поводу плохой подготовки к программе могу переадресовать и к энергетическому эксперту Дмитрию Маруничу и представителю Украинерго Всеволоду Ковальчуку, которые говорят, что запасов у нас не так много, но суть не в этом. Скажите, пожалуйста, почему через два с половиной года после начала военных действий вы решили, в общем-то, поддерживать вот эту акцию? Все-таки срок уже прошел достаточный, плюс сейчас вот такое вот странное совпадение с годовщиной Майдана. Не, ну как-то, совпадение это очень странно выглядит, если это просто совпадение. Значит, вы не шукаете співпадение, я был один, если есть родители, которые шукают співпадение завжди. Вы думаете, почему люди сегодня в Украине начали это делать? Довира в институтах государственных владельцев. Поэтому это энергия, так что сейчас происходит на Луганщине, на Донечке, это энергия. И эту энергию, как атомную, может використать украинская держава на користь украинских людей. А вот эту энергию, на то, влече жаль, нужно вбирать в институтах, в институтах, в институтах. Хорошо, тогда как нам успокоить работников металлургии, в отрасли металлургии, которые... Эксперты сейчас, не я, эксперты пугают отключениями и пугают их потерей рабочих мест. Вот вы к ним обратитесь. Это не я пугаю, эксперты пугают и политики. Вы, Петра Алексеевича Порошенко, знаете, это президент нашей страны. Он говорит, что тысячи и тысячи человек могут потерять работу. Снова-таки, не мои слова. 40 миллионов людей в Украине могут потерять державность. 40 миллионов людей в Украине могут потерять безопасность. Сегодня институционная государь должна платить про всех тех, кто живет в Украине и шукает безопасность и независимость. Поэтому это задача институционной государы. Петро Алексеевич Порошенко, президент Украины. И мы, как граждане Украины, будем поруч с этой институцией державной. Она будет отстойвать права и безопасность людей. Сегодня я разговариваю с представителями кабины, высокоочельниками. Украина сегодня обязана показывать стабильность и развязывать проблемы, не развязывать потом 3-х годов. Ни с других причин. Понятно. Ну, последний, наверное, вопрос. Как долго может продлиться эта блокада? И будет ли вопрос этот рассматриваться все-таки в Синак Верховной Рады? Вы знаете, это зависит от украинской институционной государы. Кабинета министров, премьер-министра президента Украины и, без сомневого, Верховной Рады. Это зависит от штаба блокования. Записайте этих хлопцов, которые знают, что они не блокируют вогилля, они блокируют экспорт протилу из Украины на ВЛНР, ДНР. Они блокируют экспорт целитри из Украины на ВЛНР, ДНР. Для чего? Для выготовления вибухов? Это вбивает потом украинских хлопцев? Не переводьте все хлопцы туда, куда это не переводится. Поэтому сегодня в руках государства, в руках Кабина и в руках президента находится безопасность государства и ее независимость.